Здравствуйте, уважаемые друзья! Пока Геннадия Вича нет на месте, давай же вспомним немножко те реплики и те слова, которые он говорил когда-то об офшорах. Почему об офшорах? Да потому что сегодня всплыл новый коррупционный скандал и все обсуждают тему офшоров на всех телеканалах. Почему? Да потому что этим занимаются не только наши службы, не только наши украинские расследователи, этим занимаются иностранные компании. И мы видим, что во всех центральных сегодня каналах, в центрах центральных СМИ распространяется информация об офшорных схемах и не только в Украине. Но знаете, что самое опасное? Украина сегодня находится в самом эпицентре, потому что если вы посмотрите карту, где больше всего коррупционных составляющих по поводу офшорных схем, вы увидите, что это именно Украина. Украина, которая еще могла бы стать вчера цветущим для нашего бизнеса, для налогов, для размещения инвестиций, сегодня она потопает в коррупционных связях. И мы сегодня опять как черное пятно на карте мира. Начнем с видео восьмилетней давности. Чем отличается партия 5.10 и система 5.10 от офшорных схем в нашем обществе? Послушайте внимательно, сделайте свои выводы. Действительное событие произошло на Кипре. Депутаты Кипра не поддержали ни одним голосом то, что требовал от них Евросоюз за помощь в 10 миллиардов. А требовало очень простое – ограбить людей на 6 миллиардов евро. То есть киприоты не позволили у себя убить офшорную зону, в которой они сейчас находятся. Возможно, они столкнутся с большими трудностями, но самое главное, что депутаты Кипра не пошли на ограбление вкладчиков. Потому что если бы они на это пошли, а там, я напомню, украдят деньги олигархи России, Украины, Белоруссии и Зимбабве, многих стран, которые отмывают там деньги, регистрируют за 3 тысячи долларов свой офшорный счет. Но есть особенность. Люди многие зададут вопрос. Вы тоже предлагаете фактически освободить Украину от налогов. И чем это отличается от Кипра? Отличается глобально. Потому что я хочу, чтобы в нашей стране для всех было одинаково. 5-10. 5% с продаж и 10% социального налога. Для всех одинаково. На Кипре же система, где только нерезиденты получают возможность ввести безналоговые операции, а все остальные киприоты платят ТНДС 17% и все прочие налоги на обычный свой бизнес. То есть таким образом получается, что богатые новориши России, Украины, Зимбабве освобождены при помощи Кипра от налогов, но это дает какую-то прибыль в бюджет Кипра. А с другой стороны, сами рядовые граждане обложили собственным государством налоги. Я надеюсь, что киприоты, возможно, рассмотрят вопрос о том, чтобы весь Кипр освободить от налогов. Но у меня большая надежда, что они все на это не пойдут, и Европа останется в налоговом бремени, в налоговом рабстве. В том числе и Россия. А Украина, может освободившись от налогов, действительно втянуть на свою территорию деньги не только России и Европы, но и Кипра, потому что это будет более выгодная территория для ведения бизнеса. И я хочу, чтобы у нас граждане, прежде всего, освободились от налогов. Потому что налоги – это коррупция. Акцизы, таможенные сборы – это коррупция. Если мы хотим избавиться по-настоящему от коррупции, мы обязаны освободить себя от запутанных налогов, введя систему в 5-10. Панамский скандал с Петром Порошенко. И вспомните, пожалуйста, как выступление Балашова было встречено людьми, которые представляли команду Порошенко на этом канале. И они сказали о том, что он гладенький, чистый, он прозрачно, абсолютно законно ведет свой бизнес. Это было 5 лет назад. Шустерлайф. Президент заявление делал в Японии, очень полезное для страны, что он запретит офшоры. На страну ей появилась информация о том, что у него обнаружилось еще два офшора. Один на Кипре, где вся кондитерская фабрика находится, вся кондитерская промышленность нашей страны. Именно там зафиксированы. И, оказывается, президент делал операции с этим офшором, перекидывая на голландский офшор эти же предприятия. То есть я могу просто предположить, что, судя по всему, там, на Панаме, три офшора было открыто не для фабрики «Рошен», ни в коем случае, не для предприятия, а для каких-то будущих, возможно, поступлений на этот счет, на его имя. А в результате того, что Петр Порошенко очень, я скажу, жадный человек, поэтому он эти предприятия называет ПАП. Петр Алексеевич Порошенко. ПАП ЛТД, или как там там называется. И мы столкнулись с чем? С невероятной жадностью. Но я задаю себе вопрос. Элита. Порошенко считается бизнесменом, хотя он никогда бизнесменом не был, он всегда был государственным чиновником. Куча бизнесменов находится в парламенте. И эта элита не может собраться и сделать в стране так, чтобы деньги хранились здесь. Бегают по всему свету, прячут до этого Януковича, прятали все его окружение, не только там, и в Монако, и в Лихтенштейне прятали, в офшорах. Но когда им предлагаешь, ребята, введите систему, простую налогообложения, чтобы деньги пошли сюда, отмените таможенные пошли, сделайте самые лучшие условия для бизнеса. И деньги будут здесь. Ты сам президент будешь хранить деньги здесь. Этого они не делают, размышляют непонятно о чем, закрыли страну. Просто вы должны понять, какая ситуация сейчас в стране. Я не могу пользоваться долларами. Внутри страны перечисления запрещены. Я не могу завести сюда доллары, оттуда, потому что я должен их конвертировать в гривну, и потом провести через наши банки, и потом назад конвертировать. Я потеряю деньги. Я не могу купить недвижимость за рубежом, потому что Национальный банк наложил ограничения. Наш предприниматель вообще ничего не может делать с деньгами. По сути, деньги обездвижены. Поэтому появляются офшоры, поэтому туда вывозят президент деньги. И главное дело, он наносит колоссальный ущерб имиджевой страны. Потому что все посмотрели, президент сказал в Японии, ребята, вкладывайте деньги в Украину. Правда, сам я храню в офшоры. У людей есть абсолютно разные мнения. Они готовы оставить одного человека лидера, а другой лидера партии. И они начинают грызть друг с другом. Но они говорят о главном. О том, что можно поменять систему в этой стране, а не лезть опять в офшоры. В независимости, на какой дождь ты занимаешься, у нас каждые 2-3 года возникает офшорный скандал. То ли кто-то запачкался, то ли там сахарная фабрика, то ли какие-то алкогольные компании, то ли табачная фабрика, то ли дети президентов. Все постоянно погрязают в этих офшорных скандалах. Почему погрязают? Потому что чить честно в этой стране невозможно. Потому что сегодня мономальски через офшорные схемы как-то в эту страну заходят инвестиции. Это та же самая отмывочная база, которая позволяет нам завести сюда деньги. И деньги выводятся отсюда таким же самым образом. Именно через офшоры. Это спасение для экономики. Да, это плохо, но это путь спасения сегодня. Именно такими схемами мы показываем о том, что ребята, вы можете изменить систему в этой стране. Прислушайтесь на конец концов к системе 5.10. Задайтесь вопросом, почему мы бьемся уже 10 лет подряд об стенку. И никто не хочет понять о том, что это спасение для всех. Мы можем сделать самую прозрачную налоговую систему в Украине. Ролик в Кабриорете с Калифорнии, с побережья Америки, когда человек посмотрел на эту позицию с Украины со стороны, с другого конца океана. Посмотрите, это тоже интересно. Задумайтесь, в конце концов, как мы выглядим в глазах наших иностранных партнеров, как мы выглядим в глазах наших соседей. А ведь мы могли бы жить лучше, намного лучше. И у Балашова нет никаких офшоров. Офшоров по недвижимости он не выводил. Офшоры своего бизнеса он там не открывал. Офшорные компании не заводил. Я смотрел сегодня уже оправдания таких людей, как Клещенко, таких как Тадуров, еще каких-то людей, которые, как по методичке, говорят, это нормально, это можно киос сегодня открыть, у каждого киоксера на сегодня есть свой маленький офшорчик. Но разве это нормально на сегодняшний день, когда мы хвастаемся тем, что мы деньги храним где-то за границей, а не в нашей стране? Когда мы выводим отсюда, моем, чистим, отмываем и хвастаемся, что это прекрасно? У Балашова нет офшоров, но сейчас он находится в Лукьяновском СИЗО. В отличие от тех прокуроров, судей и прочих разных чиновников, у которых есть офшоры, включая нашу власть тоже. Здравствуйте. Вот уже 25 дней я нахожусь в Америке и наблюдаю за тем, что происходит в Украине. Практически ничего не происходит. Через 5 дней я возвращаюсь на родину, в Киев, и с новыми силами будем опять внедрять идею 5-10 в массы. И опять повторять одно и то же. Нам нужны сотни тысяч приверженцев этой идеи, чтобы она победила. Сегодня мы опять будем говорить об офшорах, потому что в очередной раз журналисты, честные журналисты, конечно же, накопали, взяли информацию из интернета, что 62 украинских гражданина имеют офшоры, а также куча предприятий, деньги держат в офшоре. То, о чем мы говорим уже 10 лет, что практически все капиталы выводятся из Украины, и вывод надо сделать совершенно другой. Не то, что у нас президент в офшоре, глава администрации в офшоре, а еще задать вопрос, а куда Яценюк спрятал свой миллиард. Ведь это тихо сейчас проходит, и все забывают о Яценюке, которого капитал сейчас оценивается более миллиарда. Но мы должны задать себе вопрос, а почему они с Украины выводятся? И я смотрю вот это все, что поднимается в социальной сети и в прессе по поводу офшоров, и опять у людей отвлекаются мозги от главного, а причина, почему-то вдруг наши чиновники, наши предприниматели организуют компании за рубежом, выезжают туда, прячут свои деньги. И причина опять же в законодательной базе. То, что эти налоги платить невозможно, то, что мы не можем работать в Украине. И вот с этого надо делать выводы. Но, к сожалению, у нас опять продолжается беготня за прокурорами, кого назначат, кого не назначат. Не важно, кого назначат. Он завтра будет самым богатым человеком. Не важно, кто у нас премьером стал. Он завтра будет богатым человеком. Я уже говорил о том, что вот три человека захватили власть. Порошенко, Яценюк, Гройсман. И два года назад я говорил, они уйдут сказочно богатыми. Страна останется нищей. Потому что на самом деле система законодательная должна быть для всех понятна, ясна. Вот как система 5-10. 5% продаж, и твои взаимоотношения с государством закончены на этом. 10% социального заплатил, и ты спи спокойно, свободен от государственного контроля. А самое главное, что это выполнимо. Но, тем не менее, наши опять начинают заниматься офшорами. Да бог с ним, с этим президентом. Но они еще не поняли самого главного. То ситуация в мире очень изменилась. Это приход информационных волн. Вот сейчас это выбрасывается информационной волной. На самом деле, они разрушают сакральность государства. То государство, в котором мы живем, мы уже знаем, что у нас президент не живет по закону. Мы знаем, что у нас премьер-министр не живет по закону. Мы знаем, что каждый народный депутат не живет по закону и не принимает законы для граждан Украины. Отсюда поведенческий паттерн гражданина Украины. Не платить налоги, не давать ни копейки. И, пожалуй, вот я один рассказываю о своем бизнесе в США, что я владею там мотелем, что есть какая-то компания, в которой я являюсь соучредителем. И это делаю открыто и откровенно. И знаете почему? Потому что я перестал вдруг бояться. Потому что я понял, что они беззубые. Потому что я понял, что они ничего сделать уже не могут. И вы должны на моем примере тоже понять. На самом деле, у нас офшор у каждого в голове. Офшоры на сегодняшний день это огромное количество малых и средних предприятий в Украине. Офшоры это вся недвижимость, которая на сегодняшний день обращается в Украине. Потому что сделки идут не через банковскую систему. Огромное количество предпринимателей открывает предприятие за рубежом. Покупает недвижимость за рубежом. Но моя родина, Украина, она страдает от этого. Она страдает, потому что капиталы утекают. Те же самые капиталы Порошенко, Ложкина, Яценюка прячутся по за рубежам. Да что говорить? Целое сословие Януковичей, этих людей мы вытолкнули из страны вместе с деньгами. И теперь пытаемся вернуть там какие-то сотни миллионов. И то не вернем. Но забываем о том, а что делать в Украине. Так вот, произошла эта десакрализация. И что мне понравилось, что глава финансового комитета Южанина вдруг говорит, что абсолютно законно открывать предприятия за рубежом. Абсолютно нормально держать офшор на себя лично. То есть, с точки зрения законодательства глава финансового комитета считает, что это нормально. То есть, до этого людей хватали, пугали. И произошло следующее. Стало больше свободы. Люди поняли, что это можно. А это значит, что увеличится отток капитала. Люди перестанут бояться открывать за рубежом счета, открывать банковские ячейки, я не знаю, хранить деньги за рубежом. И мы окажемся перед очень интересной дилеммой. Когда государство перестанет управлять чем-либо в Украине. Я сейчас еду по Америке и знаю, что через 5 дней вернусь в Украину. Продолжать начатое дело. Я лично себе отмерил еще 5 лет. 5 лет я этим занимаюсь, 5 лет я еще буду этим заниматься. Сколько у меня будет сил. Я буду пропагандировать идею 5-10, но проблема опять же в наших предпринимателях. Они обязаны сегодня присоединяться к партии 5-10. Это единственная либертарианская партия. И обязаны создавать все условия для себя лично. То есть, внедряться в законодательные органы, брать власть в свои руки, потому что если будет 100 тысяч членов партии, особенно среди богатых людей, если будет много членов партии 5-10, у нас будут средства, чтобы сломать этой гидре хребет. Потому что их проблема вот этих золотых помидоров или как я их называю золотыми ублюдками, которые захватили целым сословием власть, в том, что им не надо равенства. Они всегда жили особой жизнью с самого детства. Особые школы, особые институты, особые отношения, особые взаимоотношения с государством. Дети воров фактически захватили воровские власти, продолжают разворот. Им не надо равенства, а нам с вами надо равенства, потому что талант может поднять страну, а связи они только ее опускают в них. Поэтому не бойтесь, занимайтесь бизнесом, экономика идет вверх, а Америка говорит об этом. И дела здесь идут гораздо лучше, чем в Украине. Зарабатывайте, а я возвращаюсь в Киев через 5 дней. Три года назад ролик о криптовалюте. У нас есть очень хороший канал, который время от времени мы посещаем, хотя это партия, с которой мы конкурируем и рассказываем, что они оставят не те интересы, потому что бьют, который оставит интересы крестьянства на то, чтобы люди работали в структуре, где земля не может продаваться и быть частной собственностью, то им еще рассказывать о криптовалюте, хотя Юлия Тимошенко сама говорила, что криптовалюта это хорошо. Более того, ее дочь скупила большое количество еще инструментов для того, чтобы майнить деньги. И для нее это нормально, только это для нее нормально, но для той паствы, которая ходит вокруг нее. Прислушайтесь внимательно и сделайте свои выводы. Криптовалюта это хорошо, это действительно деньги будущие, это офшор в кармане. Многие скептически к этому относятся, потому что думают, что это игрушка для богатых. Я людям сейчас должен сказать, это игрушка для бедных. Это ваши возможности начать хотя бы с тысячи, с десяти тысяч, начать покупать биткоин и возможно немножечко играть на этой бирже. Вы сами-то верите? Сами-то много вложили? Я просто взял все, что было дома, вот у меня наличные были, которые дома, я все выгреб и вкинул в биткоин. Ну и сейчас следите, как там рост, поем. Да, к сожалению, подвисаешь на это, потому что сумма достаточно большая, у меня прыжки в достаточно большие суммы идут, и, конечно же, ты нервничаешь, но здесь уже все основывается на том, что ты веришь, что оно будет и сто, и миллион за один биткоин. Ну и, наверное, конечно, немножко о политике, куда же без нее, теперь перейдем. А вот как на политику это появится? Представьте себе, новые миллионеры появятся, новые миллиардеры сейчас появились исключительно на криптовалюте, и они появились, один год, когда он буквально с 8 тысяч прыгнул до 19 тысяч. Вот в один день на земле появилось сотни новых миллионеров и миллиардеров. То есть, как это меняет ситуацию? Какие новые люди придут с миллиардами и миллионами? Потому что старые капиталы Коломойского, Ахметова, они не успеют переключиться в это. Почему? Потому что у них же заводы, у них надо это все финансировать реальными деньгами, и они не могут себе позволить туда перегнать деньги. Возможно, некоторые из них купили биткоины, но это возможность для бедных войти в новую валюту и на технологическом рывке, потому что возможность зарабатывать сильно, перескакиваясь из социального класса в другой социальный класс, заключается в том, что вы либо связываетесь с государством, то есть с коррупцией в нашей стране, либо удачно выходите замуж, либо женитесь удачно, либо новая технология. Все, вот три составляющие, которые вас могут вынести наверх. И вот биткоин или криптовалюта предоставляет такую неожиданную возможность, которую я, к сожалению, немножко поздно открыл для себя, только вот в декабре прошлого года. Это те новые деньги, которые появились у нас, независимо от государства. Государство не знает, что с этим делать на сегодняшний день. Геннадий, вот как вы думаете, криптовалюта станет заменой офшором? А фактически это офшор в вашем кармане. Вот как выглядит этот кошелек? Он обезличен, он чистым код и все. То есть он даже не привязан к человеку. Даже новая крипто преступность появилась. То есть бандиты ловят или менты ловят человека, начинают его пытать, чтобы он им отдал код от кошелька. Поэтому появилась защита и от этого. Появились там специальные приспособления, холдеры, облачное хранение. Короче, и насчет этого, как сказал Бутерин, как-то он сказал, что люди делятся на волков и овец. И вот овцы должны научиться защищаться от волков. И вот это делает криптовалюта. Был еще один ролик, в котором мы критиковали Зеленского. Когда власть критикуем, и есть за что мы это делаем с достоинством и честью. Мы не унижаем их достоинства, и мы хотим, что эта власть становилась лучше. Мы знаем, что каждый вынужден работать в этой системе. Мы знаем о том, что действительно там власть вынуждала, как Порошенко вынуждает. Но у господина Зеленского на сегодняшний момент есть возможность все поменять. И у него есть конституционное большинство. И он может изменить систему налогообложения в нашей стране. Ввести две пропорционально нормальные цифры, которые легко читаются, легко запоминаются и становятся понятны для всех. Это 5 и 10. Владимир Александрович, задумайтесь, присоединитесь. Вы можете сделать большой шаг, войти в историю. За вами потянутся люди. И сегодня, если у вас падение произошло в два раза от рейтинга, вы можете довольно-таки сильно нарастить свои рейтинги, остаться, возможно, второй срок. Но для этого вам необходимо присоединиться к великой идее либертарианства, поддержать идеи партии 5 и 10 и двигаться вперед, потому что это создание нового мира, это создание экономики, которая будет развиваться. Это наполнение Украины деньгами. Тогда все отрасли может развиваться правильно, тогда будет честная система. Нам не понадобится столько судей, нам не понадобится столько прокуроров, нам не понадобятся такие силовые органы, которые работают на подсосе за малые копейки, вынуждены брать у кого-то деньги за заказ, не оставляя для этого чести для себя. Мы хотим, чтобы в этих органах работали честные люди. Прислушайте системе 5.10, внедряйте ее у себя и увидите, как разбогатеет Украина. Здоровья Геннадию Викторовичу надеюсь, что у него достанется еще нервов, силы, терпения для того, чтобы довести свою программу, внедрить ее в жизнь. Дорога за молодыми и пускай они это все поддержат. Добрый путь, 5.10 ждет нас, и дрового пути у нас нет. Редактор субтитров А.Семкин